здравствуйте друзья мои на библейский портал экзегет поступил вопрос оскверняет ли прикосновение к мертвому вопрос кажется странные но вполне законны в наше время потому что мы во-первых читаем тексты выросшие не только в христианском контексте но и в дохристианском мире мы видим например подобные запреты существовали и ветхом завете мы знаем что в древнейшей на земле цивилизации индийской прикосновение к мертвому телу действительно является страшным осквернение какой смысл религиозный этого запрета в ветхом завете он касался тех магических обрядов которые связаны вообще с мертвым телом и по этому поводу написано конечно очень много книг но на в христианскую эпоху мы понимаем что этот запрет уже не действует потому что потому что сам господь прошел путем смерти и показал что тело человека достойно спасения вот это тот чего не знали например индусы для них и тело это скорее кара это кандалы которые надо за собой таскать или как например античные философы греческие обыгрывали каламбур заменяя слово сома греческое слово сома то есть тело сома соматус слова среднего рода словом сема то есть знак или вы еще в большем в более в более частном значении это погребальный знак то есть гроб то есть тело гроб для души для религии воскресения для религии телесного воскресения конечно же тело это не гроб для души тело также оправданно как и душа и мы это видим в почитании мощи святых угодников божьих съездите второй церкву лавру посмотрите это зрелище которое даже завораживает атеистов посмотрите как меняются лица людей которые прикладываются к мощам преподобного сергия радонежского какие ясные глазки у них после после посещения преподобного сергия с одним лицом человек входит в троицкий собор и с другим выходит а он при приложился казалось бы костям умершего давно умершего человека но это не просто кости это сосуд благодати божий и более того когда вы откроете на православный требник по которому священник совершает богослужение вы увидите что там в рекомендациях священнику на славянском языке написано что егда внесут мощи усопшего то есть это слово мощи употребляется в отношении тела любого христианина и кроме того в особенно в древности существовал такой вид подвижничества это похороны безвестных людей есть в переославле-залесском монастырь святого даниила переославского чудесное место красивейший собор и на церкови где отмолился сам преподобный так вот этот подвижник свой свой духовный путь начинал с того что он собирал тела умерших безвестных людей вдоль дорог потому что когда были другие коммуникации нежели сейчас и люди часто сбивались пути замерзали на попадали в лапы разбойников в конце концов умирали какие-то безвестные нищие старики их некому было хоронить и преподобный данил ходил по этим дорогам весям собирал усопших казалось бы он прикасался к ним причем прикасался к телам которые уже давно на тронуло тление это неприятное дело но он их омывал из с достоинства погребал это было его дело которое не он сам придумал а на руси существовало целое движение причем некоторые из из листописателей даже с такой комической ноткой рассказывали о том как создавались божидомки божидомки это такие ледники в которых собирали тела неизвестных людей найденные вдоль дорог или на каких-то перепутьях и неизвестны были их имена паспортов тогда не было просто собирали их и на в какой-то день после святой троицы или перед святой троицы существовали разные традиции люди у которых была возможность такая забирали тела из божидомок и хоронили на свой счет почему я говорю что был комический момент в этих комментариях и в записях летописов потому что мы же все люди так вот эти благочестивые христиане друг перед другом соревновались кто побогаче похоронить своего безвестного покойничка кто какой-нибудь покров такой роскошный купит или гроб побогаче или может быть певчих наймет хороших потому что считалось что это большое дело милосердия если ты помог похоронить умершего и сейчас я знаю что есть люди которые помогают и уделяют из своих средств не только на лечение операции больным детям но и на помощь родственникам бедным которые не могут например достойно похоронить своих близких это тоже дело милости дело милосердия поэтому мы не должны говорить о том что прикосновение к усопшему каким-то образом оскверняет нас в те времена это в ветхом завете была во многом антиязыческая и гигиеническая мера в индуизме она была бы обоснована философии гнушения телом но в религии пасхи в религии воскресения воскресения телесного в религии оправдания тела конечно же то так акценты стоять не могут поэтому мы подходим к гробу наших близких людей и даже целуем их и это нас не оскверняет потому что это жест любви жест прикосновения к телу нашего усопшего пускай душа раз разлучилась с телом но связь с телом все равно сохраняется и во всеобщем воскресении эта связь будет вновь восстановлена и тела умерших живут потому что человек это не душа только и не тело всего лишь а это душа и тело в своем единстве богосданном богообразном как господь нас задумал поэтому гнушение телом есть ересь которые святые отцы не на неоднократно обличали когда мы слышим модные нынче размышления которые доходят до нас с востока от людей которые увлекаются разного рода мистикой мы должны сразу вспомнить что самый главный тропарь в сама самая главная молитва и приветствие в православной церкви это христос воскресе из мертвых смертью смерть поправ и сущим в гробе их живут дрова вот короткий тропарь а сколько там страшных для современного человека слов из мертвых смерть гроб короткая строчка там все звучит причем очень весело потому что для нас смерть это не не поражение это не тупик а встреча с господом мы знаем что вслед за смертью будет всеобщее воскресение и жизнь с избытком как обещал нам господь в ангеле внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео